Всем здарова, с вами снова я, Краулер, и вы смотрите вторую часть ломного картриджа версии 2.0. Это продолжение, в которых я расскажу о ремейке. Он будет коротковатый, потому что, ну, мне чуть-чуть не хватило времени, чтобы ложиться 15 минут и рассказать о них в первой передаче. Так, наслаждайтесь просмотром. И первый ремейк будет тоже посвящен Mortal Kombat. Он называется Mortal Kombat Arcade Collection. Раньше он назывался Mortal Kombat HD Collection, но от него, кроме парочки сканшотов, ничего не осталось. А жаль, хороший был проект. Ну, не будем о нем говорить, поговорим об Arcade Collection. С самого начала, что уж сказать. В игре не поддерживается мой контроллер. Блин, это, это, это фигово, это жестоко. Муген, эмулятор, все они видят мой этот Logitech этот старенький-синенький. А здесь, понимаете, нужно Xbox-овский, да, другие, не-не-не, только Xbox-овский. Далее, настройки клавиатуры. Это тоже такая офигенная вещь. Скажем, передвижения бойца настроены на стрелочки. Только на стрелочки. Именно на стрелочки. Перенастроить их нельзя, потому что там даже такой менюшки нету под них. То есть передвижение осуществляется именно на стрелочке. В SD нет, нет, только стрелочки. Что-то я много раз про стрелочки сказал. Ну, да ладно. Все остальные, все остальные, говорят, что у нас перенастраиваются. Все вроде бы нормально. Также режимы показа, режимы вот этого дисплея тоже очень странно сделаны. То есть данные фичи вообще нафиг не нужны. Широкоформатный экран, да, монитор. Давайте по бокам сделаем границы, а, это будет круто, да? Или нет, вот давайте закруглим края, сделаем это вот такой под телевизор, да, под аркадный. И, знаете, стиль такой выберем, вот у вас есть размытый, нечеткий, с полосками, вот как аркадный автомат. Блин, разработчики, чтобы сохранить атмосферу, не знаю, человеку нужно самому купить автомат с этой игрой, поставить у себя в комнате, тогда будет сохранена атмосфера игра. А здесь эти фичи нафиг не нужны, лучше бы вы добавили там высокое разрешение, там, что-то, какие-то еще настройки там, я не знаю, могли бы что-нибудь придумать вообще. А какие настройки, если это не HD, то вообще все. Все качество к чертям. То, что я еще ошибся, это в аркадной версии третьей части нету некоторых бойцов, мне это очень обрадовало. Я запустил ее всего один раз, я запустил эту игру, посмотрел, что там нет нуб Сайбота, и выключил ее. Нет нуб Сайбота, нет Субзера, нету Ермака, кого-то еще нету. Ну, в общем, отличие от сеговской версии есть. Я все-таки рассчитывал поиграть нормально, безгеморройно там. И мало того, чтобы безгеморройно все это сделать, поиграть с кем-то еще. То есть, да, там есть мультиплеер на эмуляторе, но мне почему-то было сложно с кем-то там соединиться, скоперироваться, поиграть, кроме друзей. А здесь думаю, о, сейчас найду сервер. Я ждал, я тыкал, я несколько раз нажимал. Никого не нашел. Возможно, был ажиотаж в первые две недели, наверное, после продажи игры. Возможно, тут игра сейчас, никто не играет. Если у вас нет друга, у которого есть эта же игра, вы больше ни с кем не сыграете. В целом, это отвратительный ремейк. Это просто вышибание денег, вышибание бабла. Разработчики, в принципе, они ничего не сделали. То, что они перенесли, это не слишком сложно, мне кажется, это сделать. Ну да, оно запускается там безгеморрой, да, там без ДОСа, там все это, я имею ввиду, капитульной версии. Но я могу взять эмулятор и поиграть на нем. Знаете, вот вы говорите, я все время жалуюсь, я недоволен, скажем, вот я не так давно обосрал Mortal Kombat 9 для ПК, да, сделанному гейн, там, пишут, человек старался, там. Ну, чаще пишут, конечно, я мудак, но было сообщение про то, что человек старался, да, в личку приходил, я помню. И кто-то написал, что игроков там вообще не переделывают, то есть во всех версиях мугена они такие же. Они такие, какие есть, HD-версий нету и бла-бла-бла. А вот посмотрите на этот ремейк. Он тоже посвящен Mortal Kombat, и смотрите, как он сделан. То есть человек старался, он перерисовал бойцов, новый удар, все новое. Он практически сделал все с нуля, новую игру, это новая часть, даже можно так назвать. Фанатская поделка, да, но какого качества она, ребята, какого она качества, отлично сделано. Это вам не какая-то там arcade collection, на которой там люди деньги зарабатывают. А вот она, хорошая игра, все тут отлично сделано. Правда, вот одна проблема в том, что она еще не вышла, то есть она находится еще в разработке. Но задатки есть, красиво все сделано, просто замечательно. Ну, я думаю, хватит на сегодня кровавых разборок, давайте поиграем в самую успокаивающую игру. Так, хан, просто. Стреляем по уточкам. Нет, пистолету я буду... Так, я получился играть. Давай. Черт. Черт, они улетели. Фак. Поткнись. Поткнись сюда, зазор, собака. Есть, есть. Черт. Патроны где? Во всех шутерах все время есть патроны. Почему здесь нет? Черт. А-а-а. А-а-а. Не беси, собака это бесит. Черт, я выстрелил. Эх, ни разу не попал. Да что такое, а? Черт. Фак, я опять не попал. Твери. Сейчас я вам покажу, где мой пулемет? А-а-а. Давай, давай. Собака, долбаня, собаку, убить собаку. А-а-а. Вот эта игра, вот эта игра, золотой дерево. Свои дерево берет паны, фак. Круто. Мне такое куда-то дать. Да, насрать, давай. Э-э-э. А-а-а. Вот, какого-то знам, зекрась. Заткнись, пёс. Давай, давай. Судьба, лей, м Netzа, всё бюджетно. Дай, давай, пойди. А-а-а. Победима, победима. О-о-о-о. О-о-о-о. А на этом у меня все, с вами был Крауля, посмотрели ремейки, поставили лайк, подписались, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok